Кто тут мисс Прозорлилость? Я мисс Прозорлилость! Всем привет, это Даша! И сегодня я буду рассказывать вам о двух женских книгах. Первая это «Как вы же здесь, это женщина» автора Джема Коррелл. И вторая это Элизабет Гилберт «Город женщин». Новинка от автора. И начнем мы с «Как вы же женщины». Вообще, когда я приобретала эту вещицу, то я думала «Так, почему мне приобрести некую комиксовую вещь, которую в минуту грусти я могла бы раскрывать, листать, просматривать, повышать себе этим настроением?» И обломалась. Потому что многие штуки здесь типично американские. Ей под русский менталитет, ну не то, чтобы не вполне подходит, но в моем случае, я, конечно, за всех не могу говорить, но в моем случае не прокатила. Я даже не поленилась. Я позанудничала и составила таблицу юморных каких-то моментов, которые мне действительно понравились, показались эстроумными хотя бы, и тех, которые, ну просто, как говорится, покерфейс. Там было много страниц, которые мне бы хотелось отнести к нейтральным, в Швейцарии, так сказать. Но я себя заставила. Сказала, нет уж, либо в эту колонку, либо в ту, в третьем я не дано. В результате... Я сейчас посчитаю, подождите. 11, 12, 14. Удачные моменты, это 14, я не знаю, видно или нет, надеюсь, что видно. Удачные моменты, это 14 всего страничек, а зато неудачных, аж в три колонки я выписывала страницы. И только одну страницу я записала и в удачную колонку, и в неудачную. Ну просто, мне кажется, эта публиция очень показательная. Поэтому впервые в своей жизни на лайфлипе, когда я ставила оценку, я поставила этой вещи полбалла. Даже не балл, полбалла. Кто-нибудь хочет себе, я дарю, только почтовая пересылка на ваш счет. Книга в идеальном состоянии. Ну, кроме того, что я ей только что схерачила. Ну, если вас интересует... А, она англичанка, прошу прощения, я перепутала. Ну хорошо, английский металлитет, западный. Так, далее. Элизабет Гюберт, город женщин. Вот здесь, в уголке, мне кажется, очень не хватает рейтинга 18+. Сейчас расскажу, о чем книга. Действия происходят в церковые годы 20 века. Юная девушка, 19 лет, по имени Вивиан, высылается родителями. Как вы думаете, куда? В Нью-Йорк? Как вы думаете, к кому? К тете, но не просто тете, а хозяйке? На секундочку. Театра. Нашли, куда сосать. Козла в огород. В Нью-Йорке у девушки начинается новая жизнь, новые подруги, новая работа, новые мужчины. Как выяснилось, оказывается, я ханжа. Это при том, что у меня в лучших подругах был человек, который по количеству половиновых партнеров ни капли не уступал главным героиням этой книги. Потому что, когда я ее читала, да и сейчас тоже же, я считала и продолжаю считать, что это книга о нравственном падении юной особы. Вот правда. Кто-то может сказать, что это книга о театральной жизни, или о Нью-Йорке, или о том-другом, или о чем-то еще. Но для меня это книга о нравственном падении. Начинается она с того, что, ну, написано на первом лице, начинается с того, что героиня, уже будучи глубоко в возрасте, в чем откровенно и сразу позадается, получает письмо от одной из женщин, например, Анжела, и Анжела в своем письме спрашивает, «Кем вы были для моего отца?» И вот она начинает рассказ с самой своей юности, от ей свои все приключения, похождения, в общем, свою жизнь. Я пока читала и думала, бедный ребенок, ну, то есть она не ребенок, она давно взрослая, самодостаточная женщина, замужняя, но все равно я так думала, бедный ребенок задал, ну, пусть не очень простой, но вопрос о своем отце, а в ответ получил жизнь описание какой-то непонятной тетки. Ну, правда, в конце я поняла, почему Вивия начала столь издалека, но пока читала книгу, я находилась в полнейшем недоумении, находила подробности или подачи жизни описания героини неправдоподобным и считала, что Элизабет могла бы сделать это как-то иначе. Я была неправа, расписываясь в своей неправоте, и книга не войдет в количество моих личных фаворитов, хотя я безумно уважаю писательницу, я знакома с ее работами, не только ей смолиться любить вот этой книгой, но и другими. И пока я читала, я думала, нет, это не книга, это сценарий для отличного фильма. Вот фильм получился бы потрясающим. Я видела некое сочетание Мулин-Руш, только вот не вот этих сцен, где все печалятся, а вот жизнерадостных, бурных, с обилием каких-то красок ярких, и что-то от фильма «Бардики и койот». Позже я поразилась своей прозорливостью, уже дочитала книгу. Я полезла в сеть, выяснять, есть ли у Лизабет сестры. И увидела, что оказывается, тот самый «Бардики и койот», который я все время поминала в мыслях, читая эту книгу, был написан на основе статьи «Лизабет Глюппит», которую она когда-то написала. Кто тут мисс Прозорливость? Я мисс Прозорливость. «Перевод». Книга издательства второго полкласса 2019. Приводила некая Юю Змеева с английского, и у меня к ней есть небольшие замечания к её работе. Ну ладно, фиг с ними. Но в графе «Благодарности», в разделе, прошу прощения, которую я всегда во всех книгах с большим любопытством ознакомлюсь, я обнаружила следующие строки. Цитирую. «Спасибо Джиджи Мэддл и Стэйси Вайнберг близким подругам моей жены». «Я зависла». «Думаю, секундочку. Насколько мне известно, что не состоит в браке из-за представительницы своего пола». Ну то есть она... Ну вы поняли. А тут такая фраза. «Я полезла в Википедию». Вот зачем я туда, кстати, лазила. Помните, я вам сказала про «Мардики койот». Вот. Ну, там не нашла. Я упала в именении о том, что у неё есть жена. Я не поленилась. Я нашла эту книгу «Варью Троноваре» на английском языке. На языке оригинала. И вот что я прочитала. Я дико извиняюсь за мой английский. «Thank you to my sister-wise». Я, конечно, не специалист по английскому языку. И даже наоборот. Но, как мне кажется, эта фраза переводится «Спасибо моим сёстрам-жёнам через стере». Пожалуйста, напишите в комментариях, если вы знаете, как правильно переводится эта фраза. Ну, мне кажется, переводчик ошиблась. Нет? Да? В общем, это ещё не точно. Я ещё посоветуюсь с домашними. Но, скорее всего, я тоже соглашусь отдать эту книгу. Да? За почтовые услуги, за ваш счёт только. Извините. Ещё раз. Книга в идеальном состоянии. Читала я её. Я аккуратно читатель. Как видите, обе книги, которые я сегодня не рассказывала, они у меня под знаком минус зашли. Извините. Ещё раз. На этот раз я извиняюсь перед теми, кому эти книги дико нравятся. Я знаю, как это неприятно, когда о твоих любимчиках говорят что-то... Ну, в общем, не хвалят так. На сегодня всё. Всем пока. До скорых книг.